грузинская сказка золотая чаша жили в одной стране муж женой вот муж пошел на войну и говорить жене она должна была скоро родить родится у тебя сын и будет он сиротой и вправду родился у этой женщины сын и назвала она его сиротинкой вот уже 15 лет исполнилось сыну а мать ни разу не засмеялась за все время ни разу не улыбнулась сказал сын мать что ты никогда не смеешься ах сынок не с чего мне смеяться а сын мать кончилась твоя нужда теперь я буду на тебя работать засмеялась тогда мать жизнь моя сказала теперь-то и смех мне к лицу пошел мальчик искать счастья а там недалеко в горах живут два брата разбойников зашло солнце и подошел юноша к той горе чего тебе кричат разбойники ничего с дружбой иду к вам не с рождой слугу не хотите ли хотим что тебе платить мне 15 лет и платите мне 15 рублей 7 сейчас сейчас дайте 8 в конце месяца дали ему 7 рублей отнес он их матери и говорит вот тебе мать а 8 еще в конце месяца принесу и пошел обратно к разбойникам накормили они его напоили и говорят пойдем покажем что ты должен делать а у них 16 коней один такой буйный пяти месяцев его поставили на привязь до пяти лет спустить не могут бояться вот тебе котел вот вода а вот огонь набери воды и покорми коня что на привязи только смотри не побил бы тебя буйный он сказали и пошли на разбой а сиротинка снял котел с огня пошел к коню отвязал его взнуждал вскочил и полетел догон за разбойниками догнал вытянул каждого плетью и поскакал обратно один разбойника говорит это наш конь а другой в уме ли ты кто взнуждает вернулись смотрит и конь на месте и котел все как было легли спать на утро увел один разбойник двух коней а другой спрятался дома а сиротинку послали за ключевой водой он и не видел что ни один дома остался вернулся думает оба уехали поел взял потом тот котел снял с огня отвязал коня взнуждал вскочил и умчался смотрит этот разбойник а он уже тридцать лет как разбойничать так и задрожал ведь что этот пятнадцатилетний парень вытворяет а подрастет что он с нами сделает а сиротинка летит на своем коне и видит едет разбойник с двумя конями понял сиротинка что проведали они про него задумался кончено мое дело убьют меня в живых не оставит разбойники сами его боятся думают что делать как с ним быть говорят ему сбегай сиротинушка принеси ключевой воды вот пока придет сиротинка должна решить решиться его судьба жить ли ему или умереть сказал старший разбойник убьем его а младший нет поставим его старшим над нами позвали сиротинку говорят будь нам старшим братом а мы за тобой пойдем в вагоне в воду подумал сиротинка поблагодарил их согласился решили они попировать в ту ночь подали они сиротинки чашу а эта чаша такая вином нальют золотом обернется водой нальют серебром обернется чаша старшему полагается настало утро положил сиротинка чашу в карман прошел так месяц приходит сиротинка и говорит братьям дайте мне 8 рублей отнесу матери и деньги наши твои и все наше имущество твое и мать твоя наша мать вывел сиротинка буйного коня взнуждал и говорит братьям ждите меня через три дня на четвертый с места не тронемся сказали разбойники приехал сиротинка домой взлетел во двор соскочил с коня вот тебе мать твои деньги пожил с матерью три дня и говорит мне мать завтра в полдень уезжать напеки мне полет хлеба на дорогу напекла мать хлеба до печенья разного попировали на прощание настало и четвертое утро занялась заря выходят со двора сиротинка взошло солнце припекло остановился сиротинка у ручья расседлал коня пустил его достал курицу хлеб смотрит не покажется ли кто чтобы не есть одного видит тянутся по дороге три арбы за ними старик купец арбы эти его иди отец покушаем вместе позвал его сиротинка а у самого все готово достал чашу налил вина говорит это за твой приход за нашу встречу выпил и подает купцу и теперь ты а старик схватил чашу и запрятал за пазуху моё кричит а тут пристав со всеми двенадцатью стражниками замахнулся купец не выдержал сиротинка ударил его закричал купец а пристав и говорит что ты бьешь старика кричит купец одна у меня чаша и ту он отнять хочет моя это чаша говорит сиротинка у меня есть еще такие отобрали у них чашу дали сиротинки 3 месяца сроку велели привести за себя двух заложников принесет за три месяца еще две такие чаши повесят купца за ложь они принесет сиротинка повесят его заложников подписался сиротинка подписался и купец приехал под вечер Сиротинка к братьям, подбежали те Ссадили его с коня Грустен Сиротинка Что ты загрустил, спрашивают братья Поужинаем, говорит Сиротинка Потом скажу Поели, рассказал им Сиротинка все И говорит Вы должны за меня поехать Чего же ты печалишься Поезжай и ищи чаши Свидимся, все добром кончится Поехал Сиротинка Едет и ищет чаши Ехал, ехал, приехал к утру В одну деревню, видит, сидит, старуха, вдова Придет Мать, ради любви всех матерей Устал я, прошу тебя, дай мне отдохнуть Засну под жужжание Твоего веретена Согласилась она Лег Сиротинка и заснул Вдруг слышит, заплакала, запрочитала Старуха, проснулся Сиротинка Полдень на дворе, спрашивает Чего ты плачешь? Если я тебе не по душе, скажи, уйду Нет, сынок, вот в том храме В золотом гробу лежит мертвый сын Нашего царя Каждую ночь ставит человек истереть тот гроб А только ни один еще живым не вернулся Сегодня черед моего единственного сына Вот я и плачу, что не увижу его больше Не плачь, я пойду за него Говорит Сиротинка Только вели до заката сон-то сложить У дверей храма 300 кирпичей Да дай мне выпить вина А ты ложись, спи спокойно Пошел он вечером, кирпичи уже лежат Вошел Сиротинка в храм Поднял этот гроб вместе с покойником Поставил под куполом в нишу Сам сел снизу Сидит, ждет Вверху покойник, внизу Сиротинка Вот уж засыпает народ Тушатся свечи И влетает в храм голубь Как свободно сегодня Никто и не стережет Сказал голубь И обернулся девушкой Да такое, что так и осветилось все вокруг Поднялась девушка наверх К покойнику Достала две плети Ударила одной плетью Ожил юноша Прошла так ночь А на утро ударила девушка второй плетью И умертвила юношу Выскочил тут Сиротинка Да схватил ее Взлетела она вверх А Сиротинка с нею Держит он ее, не пускает Испугалась девушка Погибла, я думаю Бросила плетью и улетела Обрадовался Сиротинка Подобрал плетью Вот так находка Вышел из храма Встретила его старуха-вдова Радуется, ноги ему целуют Мать, дай поесть, говорит Сиротинка Сам мокрый весь, хоть выжмем Это от борьбы Да пойди, скажи царю Могу я оживить его сына Пошла старуха к царю Обрадовался царь На ногах не стоит от радости Только оживи его Что не попросишь твое Хоть все мое царство бери Я же тебе и служить буду Говорит он Сиротинке Пришли в храм Ударил Сиротинка плетью Ожил сын царя Ведут его во дворец, радуются Не царевича обнимает Сиротинку Говорят ему, просят Скажи, чем отблагодарить тебя Показал Сиротинка чашу И сказал Есть у вас такая чаша Дайте мне Нет, такой чаши у нас нет Говорят ему Что ж, нет, так и нет Сказал Сиротинка И ушел Шел он Шел, пришел в другое царство Видит народ, в чем мать родила ходит Девица Сиротинка Что это, где это видано Сказал ему царь той страны Видишь, вон, вот по ту сторону моря Царство У них там одежда гниет Девать некуда А у вас хлеб преет, портится Что ж, не выменяйте Не привезете себе одежду Все в море гибнет Я поеду, привезу Сказал Сиротинка Привезешь, проси, чего хочешь Говорит царь Нагрузили корабли, поплыли Стоит Сиротинка Смотрит в море Видит, вышел он из воды рука На руке обруч золотой Ударил он по руке Показалась из воды женщина Да какая Так все вокруг и осветило Схватил ее Сиротинка Держит, не пускает Вырвалась она все же Только оставила в руке у Сиротинки Тот обруч Проплыли корабли в море И вернулись обратно с одеждой Радуются все Что тебе дать-то? Есть у вас такая чаша? Спрашивает Сиротинка Нет, такой чаши у нас нет Говорят ему Таково уж видно мое счастье Сказал Сиротинка И пошел дальше Идет Сиротинка Прошел все то царство Видит, тянется дорога Вся ивами засажена На одной из ив высоко над землей Подвешена за волочью девушка-красавица На ногах золотые туфельки Позвала она юношу Спаси меня Вызвали из беды Сними отсюда Женой тебе буду А как тебя снять? Подойди, стану тебе на плечи И сойду, говорит она Подошел он, встал Как ударит она его Да втопчет землю Много юноши погубила она так А только вырвался Сиротинка Схватил ее Улетела девушка Только одна золотая туфелька В руках у него осталась Пошел он Идет, идет Видит сад А в саду домик Перед домиком старушка сидит Что ты здесь делаешь, мать Спрашивает Сиротинка А вот сынок Видишь там замок В том замке живут три сестры Я им служу А я не вдова бесприютная Есть у меня и дом И семья А они меня выкрали И служить себе принудили А нельзя мне посмотреть тех девушек Да так, чтобы они меня не видели Говорит юноша Отчего же можно, говорит старуха Пойдем Повела она его в тот высокий замок А там стол уставленный Всякими яствами стоит Все к ужину готово Спрятала старуха его под столом И ушла Выходят три сестры Давайте ужинать, говорят Сели за стол Что ж будет Будем говорить тосты Сказала старшая сестра Полюбила я сына одного царя А родители разгневали меня Я и убила его Каждую ночь оживляю его А под утро вновь убиваю Только появился один юноша Поборол меня Молод он еще Подрастет таким молодцом Станет Один против семи царств пойдет Выпьем за его здоровье Другая сказала Я одно царство голодом морила Другое холодом Поборол меня один юноша Даже золотое запястье у меня отнял Что ж удалец он Дай ему бог здоровья А третья говорит Чему тут девица Видно тут юноша И у меня с ноги туфельку сорвал Да пойдет И она ему на счастье Выпьем за его здоровье Вышел тогда сиротинка И говорит Что ж налейте мне выпить Поблагодарить вас Зачем же ты сюда пришел Спрашивают ее сестры Смотрит сиротинка А на столе такие чаши Что он ищет А вот за такой чашей Говорит Сказали старшие сестры Младшие Пойди вынеси ему Хоть сорок чаш Взял сиротинка Все сорок чаш И несет Едет мимо того царя Которому корабль спас И одежду достал И говорит Вот тебе чаша От меня на память Дал ему одну чашу Едет мимо того царя У которого сына оживил И говорит Вот и вам две чаши Сам думает Вспоминает Когда же он уехал Сколько еще осталось времени Как бы не погубить Обратимов Что ж Оказалось Пучил у него Еще на 9 дней А до срока Всего 4 дня осталось Как быть Как спасти братьев Спрашивает его царь Которому он сына спас О чем ты печалишься Как не печалиться Двоих братьев теряю За меня гибнут Опаздываю На 9 дней Еще пути осталось Не печалься Говорит царь За 9 часов Тебя доставлю Ты знай Первое Я все устрою Вызвал царь Пашкунджи Куда его везти Спрашивает Пашкунджи Сказали ей За 3 часа Домчу Говорит Пашкунджи Только дайте Поесть Как следует Пошла она Съела 9 буйволов И говорит Сиротинке Приляжись Ко мне веревкой Да покрепче Знай На каждый мой Почвист Ветер поднимается Да такой Буковые деревья Ветви теряет Так и бьются Друг о друга Привязался Сиротинка Покрепче Взлетела Пашкунджи Летит Что твой Аэроплан А там Уши глаза Побратимам Разбойникам Завязали Уши Поп Собрался Читать Отходную Должны Их повесить Налетела Вдруг Пашкунджи Как ударит Крылом Попа Перевернулся Поп Сбила Потом Повязку С глаз Братьев Увидели Друг друга Все трое Побратимов От радости Чувств Лишились Приказал Судья Казнить Тотчас Того купца И все Его богатство Братьям Отдать Сказал Сиротинка Не нужно Нам его Богатство Раздайте Вдовам Да сиротам И я Там был И крепко Попировал А как Вернулся Будто И не был Нигде